Слабо верится, что этот дом стоит в самом центре города по адресу Проволыбецкая, 45. А вот то, что дому этому 100 лет в обед, видно сразу невооруженным глазом. Из них пару десятков лет жильцы в панике. Крыша течет так, что того и гляди, либо рухнет, либо электрика замкнет. Но никак 19-е ЖЭУ работать не хочет. А свои законные 500 рублей за содержание жилья получает. Люди платят исправно каждый месяц. Что боимся? На проводку может быть замыкание, пожар. А потом будут искать причину, что от чего сгорело, как это. Все, он тут течет на проводку. И холодно, что в ванной нельзя, не помыться ничего. И вот зимой воду мы не выключаем зимой. Это у нас вода так и льется. Потому что если закроем воду, все, вода замерзнет. Стены и потолок покрылись вредоносным грибком. А ведь в квартире живет маленькая девочка. Последний раз дом подвергался капитальному ремонту аж 40 лет назад. Как и у любой уважающей себя коммуналки, у этой есть своя пристройка. Само собой, она уже норовит рухнуть. Обращалась я в дом управления, с мастером разговаривала. Мастер мне сказала, я говорю, хоть зайдите, посмотрите, что стоит, мол, чего. Она сказала, как будет время, как-нибудь зайду. И вот уже две недели и даже никаких движений нет. И куда только жильцы не обращались. И в администрацию, и в префектуру, и в жилищную инспекцию. А смысл? Дальше ведь только в суд им дорога. Ну а кто этим заниматься будет? Люди пожилые, силы уж не те. Вот и смирились. А так хочется пожить. Хоть и в примитивном, но в комфорте. Да уж придется ли. А ведь всю жизнь для Родины работали. Налоги платили. И такой вот грустный, несправедливый итог.